ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, и как же хорошо вернуться в любимую студию! Голос! ГОООООООООООС! Да. Это что за идиотизм? Я, ну... То есть, решил круто оторваться в моё отсутствие? Ну, я чуть-чуть. Чуть-чуть? Да ты устроил грёбаный Армагеддон! Да брось ты, ну так, маленький апокалипсис. Значит так, чтобы до конца выпуска тут всё было чисто, понял? Понял. Ты ещё и в западное крыло ходил? А я тебе говорил, что в западное крыло ходить запрещено! Говорил. А как же я и обзор, и уборку сделать успею? А вот это уж не моё дело. Добро пожаловать в наш дерьмовый мир! HTC Advantage 7500. Очень противоречивый коммуникатор. Технически само совершенство, даже учитывая то, что ему уже как минимум пара лет от роду. Несмотря на давность происхождения, среди дорогих и мощных машин он занимает сегодня весьма интересную позицию. Это фактически самый доступный из коммуникаторов с ценой за 30000 рублей. Причём, если посмотреть на анализ технических и экономических показателей, то легко убедиться, что серьёзно он проигрывает современникам только в своих габаритах. Если же забыть о цене, то технические возможности агрегата действительно впечатляют. Мощный процессор, графический акселератор, огромный дисплей в высоком разрешении, отстёгиваемая клавиатура с магнитным креплением, небольшая, но удобная, встроенный жёсткий диск и датчик движения, система навигации, адаптер GPS, сотовый модуль, совместимый с сетями UMTS, HS-DPA, две видеокамеры, два порт сигара отечественных, ну, в общем, и так далее. Легко может заменить ноутбук. Более того, это ещё и полуклавиатурный аппарат. То есть клавиатура есть, но её как бы нет. При чтении электронных книг или просмотре фильмов она легко отстёгивается и не мешается. Клавиатура подмагничена и прямо-таки подпрыгивает, стремясь соединиться с машинкой, хотя с такой же лёгкостью может и отскочить в самый неподходящий момент. Работать с ней комфортно, только если машинка покоится на столе. За всё приходится платить габаритами. Сам по себе аппарат крупный, тяжёлый и влезет не во всякий карман. Жёсткий диск буквально жрёт аккумуляторы, если HTC Advantage 7500 активно используют. В будничном режиме от одной зарядки можно протянуть день-два, а то и дольше. Что ж, неплохо, тем более за цену приличного ноутбука. Слушай, Голос, а народу-то много было на пати? Ну, был народ. Был. Слушай, а девок сколько было? Давай, колись. Было немного. Слушай, Голос, ну нерв не знаешь вообще. Я надеюсь, соседи не приходили? М? Были соседи, я тебя спрашиваю? Были. Блин, Голос, ну чё за фигня вообще? Да ты же помнишь, как я в прошлый раз еле-еле договорился, чтобы они СОБР не вызывали? Помню. А я им пообещал, что мы так больше никогда делать не будем. О! Началось! Спокойно, это я попой выключатель задел. Как бы ты своей попой на кол случайно не сел после таких шуточек? Ладно, обзоры давай. ViewSonic VNB100 На момент обзора ViewSonic VNB100 этой модели еще в продаже нет. В лапы гаджета угодил прототип. Эксклюзив, так сказать. Очень типичный, на первый взгляд, нетбук. 10-дюймовый экран, процессор Atom, гиг памяти, 160 гиг жесткого диска, встроенная веб-камера. Похоже, что аппарат сделан на той же платформе, что Asus 3e PC. Некоторые характерные очертания корпуса выдают родство со знаменитым енотом. Ориентация на лучшие образцы – это правильно. Машинка бегает под управлением Windows XP, как, в общем-то, и почти все современные нетбуки. Скорость вполне достаточна для того, чтобы серфить по сети, работать с почтой и документами, общаться по Skype и даже гонять отдельные игрушки. Встроенная камера дает на удивление чистое изображение. Молодцы, не стали экономить. Среди интересных фишек можно отметить и три порта USB, противовес двум у многих конкурентов. Клавиатура не прогибается и не дребезжит при активном стенографировании, да и с виду прочная и удобная, подобно самой машинке. Детали хорошо пригнаны, никаких люфтов и щелей. К единственному недостатку нашего образца можно отнести зону побежалости, которая появляется на экране при движении верхней крышки. Ну, как если бы на матрицу надавили пальцем. Специалисты из ViewSonic свято заверили нас, что это известный клин прототипа, и в коммерческом релизе его исправят. Хм, дай-то бог. Но в целом экран хороший, яркий и без неприятных артефактов, вроде повышенной зеркальности и блестючести. Что еще обещают? Цену в районе 14-16 тысяч, то есть вполне себе такие типичные цифры. При должном умении авось и сделают хит. Что ж, уже практически чистота. Молодец, Золушка, справился с работой. Народ тут в комментариях стал жаловаться, что, мол, нету СТГ. А он есть. Вот, смотрите, Джордж Буш, великолепный туалетный Ёрдж. Самые наблюдательные, конечно, спросят, а где же тут, собственно, гаджет? Отвечаю, не знаю, но вещь очень смешная и тупая, поэтому свои 8 баллов заслуживает. Хе-хе, точно. А ты, полотер, давай обзор уже, скорее. Да пошевеливайся. ASUS P565 Модель ASUS P565 мигом переносит нас в золотой век карманных компьютеров. Это не банальный прямоугольник со сглаженными краями, всю поверхность которого занимает тачскрин. В нижней закругленной части располагаются привычные для пользователей классических коммуникаторов кнопочки приема и отбоя, координатная клавиша плюс еще парочка управляющих кнопок. Задняя панель отделана китайским пластиком под кожу, что придает модели достаточно непрезентабельный вид, при том, что позиционирует ее как бизнес-коммуникатор. Под крышкой можно найти сменный аккумулятор на 1300 мАч. Работает ASUS P565 под управлением Windows Mobile 6.1. На борту примастился процессор Marvel Tavor с частотой 800 МГц. Между прочим, самый быстрый на настоящий момент процессор для портативных устройств. Ну и памяти в достатке 128 МБ RAM, 256 МБ ROM. Стандартный для современных коммуникаторов на Windows Mobile сенсорный экран в 2,8 дюйма по диагонали и разрешением 640 на 480 точек может отображать 65 тысяч оттенков. Кроме того, экран еще и трансрефлективный, поэтому под прямым солнечным светом на летней улице картинка прекрасно видна. А для удобства использования ASUS предлагает собственную надстройку над Windows – интерфейс Live. Жизнь он ощутимо облегчает. В верхней части передней панели расположился глазок видеокамеры с разрешением на 0,3 Мп. Эта камера используется для видеотелефонии, хотя для России это пока не особо и актуально. Зато на задней панели притаился объектив более солидной – 3-мегапиксельной камеры с автофокусом. В коммуникатор встроен GPS-приемник на базе чипсета Surfstar 3. Типичное и вполне эффективное решение для такого класса устройств. А слот microSD с поддержкой карт microSD-HC позволит устанавливать модные навигационные программы и не плутать. Размеры P565 – 102 на 61 на 16 мм. Масса с аккумулятором – 120 граммов. А если вспомнить мощный процессор и глайд-интерфейс, а также откинуть недочеты китайской отделки, то устройство вполне можно рекомендовать к покупке. М-м-м, чистота! Молодец, Голл! Я старался! Друзья, в конце программы я подведу итоги конкурса на самого внимательного зрителя Games TV. Помните выпуск про тест-подводный гаджет? Только внимательные зрители Games TV заметят ошибку в обзоре часов Oregon Scientific. Мы намеренно допустили ошибку в обзоре часов Oregon Scientific и попросили вас догадаться, что это была за ошибка. Итак, начнем розыгрыш. Вот они, 25 претендентов. Именно эти люди обнаружили неточность, указали ее в комментах, и прямо сейчас я выберу победителя. Поехали! Переживаете? Давай уже! И победитель сегодня становится! Барабанный друг. Граунд! Аплодисменты! Именно ему достаются часы Oregon Scientific. Носи на здоровье, мой дорогой плавец. Ну а с вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока. Не до 100 часов, а до 99. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...